здравствуйте давайте сегодня порисуем розы вот у меня есть такой прекрасный цветочек и я хочу нарисовать вот такую розу у меня картон грунтованный водоэмульсионной краской не лака не клея ничего не нанесено это создан голодный грунт я буду применять два красных цвета и уже белым цветом белилами я буду вносить сюда листики для разбавления буду использовать масло льняное сначала я создам образ теневой и световой образ шапочки самого цветка я просто возьму два красных цвета и создам форму макет после того как я эту форму создам я уже буду рисовать листики также я создам фон будущей картины мне нужно чтобы края у будущего цветка были растушеваны вместе с фоном чтобы как бы слегка уходили в дымку и кроме того под зеленые уже листья и веточку когда начну рисовать тоже мне нужно чтобы был фон можно эту картину конечно начинать вообще сразу с фона у меня как-то так получилось что я ее начала шапочки а так пожалуйста здесь разницы нет можно нарисовать фон потом шапочку рисовать и весь цветочек получилось так как получилось с этого я начала поэтому как вы начнете с фона или цветка это уже от вас будет зависеть применяю я здесь небольшое количество сейчас я вам показала краску русскую зеленую небольшой применяю я здесь небольшое количество цветовых в общем красок две красных желтую лимонную неполитанскую ее можно в принципе обычную лимонную разбавлять белилами или не разбавлять это уже как вам нравится фон может быть тоже разного цвета в общем внизу под зелень я положила разбавленный русскую зеленую разбавленную белилами и создаю пальцами множество как бы таких листиков веточек я продольно растушевываю в общем не по горизонтали по вертикали растушевываю чтобы создать создать здесь множество на фоне теперь я буду рисовать сам саму соцветие общем с красного цвета на это начну он здесь самый яркий он сильно втушевывается во все поэтому в общем начну с красного цвета эту розу я рисовала несколько вариантов сначала я ее начала рисовать кисточкой я взяла закругленную кисть в номер восемь эта кисточка у меня новенькая я ее купила на алиэкспрессе и я в общем начала как бы рисовать перечисляя каждый лисик на розе вот у меня есть образец очень хорошо когда с образцом рисуешь можно его покрутить рассмотреть хорошо и вот каждый листик я пытаюсь как бы перечислять но значит кисточка оказалось маловато мне слишком она дает много маленьких закругленных краешков у розы все-таки хоть и волнистый сам цветок и складывается в треугольничек но краешек у нее все равно при завороте вот листика он ровненький эта кисть мне этой возможности не давала поэтому я перри в общем взяла другую более большой кисть как вы видите сейчас я еще белил не вношу я хочу сделать розу полностью как бы ну темную но я не могу ею в общем еще поймать как рисуются эти листики роза для меня цветок новый как ее рисовать я еще не изучала это мои только первые опыты изучения роз до этого я конечно рисовала розы но это были знаете скорее всего розы на удачу вот получится или не получится общем образ роз а теперь я хочу выучить рисование роз очень ну как бы подойти к этому так основательно поизучать эту розу чтобы почему я взяла здесь картон я не стала сразу рисовать на холсте мне нужно позаниматься это у меня будут уроки такие в общем занятия по изучению и когда общем я эту розу хорошо изучу изучу как у у нее положить тень как изогнуть листик тогда я уже смогу на холстах рисовать и мне это не будет общем сложность я уверена в этом потому что нужно заниматься нужно смотреть как цветок сам рисуется видите я здесь и пытаюсь и белилами и потом мне нужно затемнить теневые это тот способ рисования когда вы не рисуете по эскизу карандашному я вижу что многие художники рисую рисуя розу сначала наносят прямо такой знаете трафарет очень четкий розовый трафарет и там у них указано не даже не листики сами вот ну не столько даже листики сколько световые теневые и каждое вот изменение цвета в карандаше у людей нанесен мне же хочется научиться рисовать розу без предварительного эскиза видите я не стала убирать из записи видео все мои пробы по тому как нанести цветок я здесь буду пытаться и мастихином и кисточкой и пальцами рисовать розу это все тот момент когда я изучаю и вот здесь на бумаге вот на этой на карте это обычная картонка из коробки из обувной такая твердая коробочка и я ее загрунтовала вы знаете такой картон мягкий приятный так рисовать общем очень интересно на этом картоне сейчас я рисую пальцами если вы обратите внимание в общем я пробую все варианты которые я умею и кисточку и мастихин и рисование пальцами все что у меня есть в моем арсенале я применяю для изображения цветка и пока еще мне не нравится вот какие-то моменты я для себя выделяю какие-то потом я закрашиваю где-то мне цвет хочется где-то мне тень хочется положить здесь тренироваться очень легко это не про это не рисование я не пишу картину сейчас данный момент я занимаюсь хочу чтобы вы поняли и посмотрели на процесс моего обучения сейчас я обучаюсь не у какого-то автора а я обучаюсь ну сама у себя хочу посмотреть насколько я могу самостоятельно нарисовать розу с натуры вот передо мной цветок этот цветок я всячески пытаюсь нарисовать это очень интересно я ее по-разному раскладываю листики смотрю как они смотрятся световые теневые беру больше белил высветляю сейчас вы видите что моя роза розовая а модель у меня красная и мне хочется научиться рисовать красную модель в общем вот вот такое необычное рисование можно было конечно все это вырезать но вы знаете вот эти все пути которые приводят потом в конце мы же не видим у других художников они ведь тоже могут рисовать стирать перерисовывать и уже мы потом мы видим конечный результат в этом видео вы увидите все все мытарство художника пока у него не получилось роза в таком виде в котором ну как бы мне это роза нравится уже нарисованный конечный результат очень интересно тренироваться вот так рисунки необязательные поэтому знаете когда возьмете холст там все-таки такая как бы ответственность что вы ну чтобы не испортить стараетесь здесь же я занимаюсь мне интересно вот и и изучать строение цветка я до этого вот эти нижние зеленые листики всегда рисовала большими листьями в разные стороны а они оказываются очень сильно прижаты к стволу к стволу самого этого цветочка если вы обратите внимание ствол я рисовал очень просто я провела темную сторону теневую и светлую и потом пальцем когда я провела по стволику они у меня два этих цвета срослись и получился очень прекрасный ствол ровненький видите вот нарисованная роза конечно очень красивая но не здесь нету таких теневых красивых она как бы есть но она вся монотонная вот при добавлении уже от теневых роза начинает мне не очень нравится потому что она она в общем недоработанная мне не хватило теневой и мастихином я думала что получится знаете такими небольшими ну как бы пятнышками я теневую положено почему-то мне не получалось так чтобы мне нравилось поэтому видите я значит пытаюсь убрать розовый добавляю сюда много красного светлого и темного мне нужна роза которая будет яркая такая как у меня модель вот я мастихином рисую полностью розу конечно мне кажется более легче рисовать когда роза внутри пустая и имеет серединку и имеет много таких но немного наоборот меньше меньше маленьких внутри листиков и больше таких лопушистых листиков такая роза больше похожа на розу и меньше похоже на пион понимаете между розой и пионом небольшая разница разница вот именно в расположении листиков в то листь как листики эти закручены вот поэтому нужно ну ловить вот этот момент чтобы сделать внутри множество листиков но не сделать эти листики похожими на пион я имею ввиду раскрытую розу я не имею ввиду бутон бутон конечно легче рисовать а здесь я раскрытый цветок вот смотрите сейчас я пытаюсь из вот я немножко сделала хотела процарапать выбрать цвет красный и оставить и оставить белый подложка но тоже у меня не получилось и я не стала продолжать сейчас я вернулась опять к началу вы видите что я создала световую теневую сторону нужно не бояться исправлений то есть вы смотрите все до этого что мы рисовать ну в общем что я рисовала перед вами я обнулила и начинаю опять рисовать по новой до этого там и пальцем я рисовал и мастихином рисовала я решила опять значит мне нужно расположить листья но я уже буду рисовать и располагать их не краской а процарапыванием потому что процарапывание такое дело что оно не вносит цветовые сюда в общем красочки я не вношу сюда ни белый не красный никакой у меня сохраняется цветовые теневые и световые светлые темные тона но я формирую сами листики в общем сейчас я изучаю формирование листиков я могу полосочку который процарапала пальцем затушевать не внося сюда цвет ну и в общем мне хочется нарисовать такую красную розу и чтобы была похожа на розу и аккуратно имела вот такие яркие темные и яркие красные светлые тона и вот мастихин очень хорошо помогает это сделать значит я хотела выбрать световую палочкой ватной не получается в данном рисунке у меня также я сейчас пробую выбрать более грубо мастихином до светлого цвета чтобы не вносить сюда белила а в общем у меня ну не 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 красиво получилось поэтому я решила внести белила и сделать аккуратно световое белилами белила мне помогают нежность сделать растушевать и сделать такой нежный переход между слишком тёмным и высветленным цветом такой световой получается намного проще белилами рисовать хотя хотя хочется постараться нарисовать этот именно переход не с белилами а с яркой алой краской но такое возможно когда вы четко знаете световые грани то есть имеете эскиз карандашный там конечно художник вносит знаете как рисунки по номерам вносит светлую часть в определенные места и потом аккуратно аккуратно так соединяет тёмную со светлой и получается такой красивый переход возможность не применять белил даёт яркость в просвете знаете вот листик когда такой красный листик на просвет в общем на солнышко смотрите на этот листик то у него такой не свет на него чтобы падал а проходил через него потому что листики совершенно другого цвета становятся если например взять зеленый листик с дерева и посмотреть на солнышко он становится такой салатовый и очень яркий также и здесь если даже темно красный листик смотреть на просвете на солнышко то он становится такой алый прям яркий и свет очень красиво сама световая если же лучи ну это как свет в контражуре если же лучи солнца падают на него прямо тогда конечно у него такая белёсость в листве появляется и тогда вот применение белил здесь как бы уместно поэтому от того как выбирается свет будет и зависеть вот как будет здесь световая гореть на этом цветочке вы видите что здесь я теперь когда создаешь макет и у меня как бы я этим мастихином процарапала себе эскиз как карандашный и уже я вижу листик и могу представить как он будет загинаться и где у него будет какая световая теневая на моем красном цветке получается так что сверху листик казалось бы должен быть светлый но он у меня тёмный а рубашечка этого листика ну изнаночка она яркая ну вот и здесь на этом цветке я тоже так делаю и ещё более утрированно даю световую на изгиб листика чтобы этот изгиб тоже видно было хорошо и если так вот помечтать как будет падать свет на каждый листик очень интересно придумывать у меня здесь не падает ярко свет на мой цветок но я это значит изучаю почему не беру ничего во внимание ни чей опыт здесь мне хочется понять что же знаю я самостоятельно о розе о её рисовании что у меня есть в моём опыте отложилось смогу ли я рисовать как бы от себя знаете иногда люди говорят я не рисую там ни с картинок ничего но рисую с головы вот этот цветок хотя я имею перед собой саму цветочек розы но он мне этот цветочек больше нужен для того чтобы мой мозг настраивался на цветок и не придумывал чего-то другого потому что я могу придумать и пионы и гвоздику с этого цветка сделать в общем всё что угодно поэтому посматривая на цветок на этот я как бы настраиваюсь на цветочек но значит теневые световые расположение листиков я всё равно здесь ну в общем добавляю то что называется с головы мне хочется понять насколько же я самостоятельно умею рисовать этот цветок и конечный итог мне понравился я лишний раз убедилась что в этом стиле у меня получаются цветы интересные может быть это и есть мой стиль потому что я уже рисовала и пионы процарапыванием и маки они у меня хорошо считывались маки я уже продала пионы у меня ещё сохранён в общем есть ещё эта картина потом значит по картинам у меня продались сирень в жидком масле сиреневого цвета с зефиром если вы знаете но она была подарена на день рождения на юбилей мы её подарили потом у меня значит было куплены маки если я говорила может быть вам тоже в стиле жидкое масло очень интересный стиль а и кстати куплены были у меня и как они называют а ирисы синие я рисовала в общем те уроки которые были с весны у меня остались только пионы и в общем пионы там они ещё не вскрыты лаком их надо доделать чтобы их предлагать нужно чтобы уже вид у них был более-менее ну как бы картину не довела ещё некогда было так что очень хорошее это рисование цветов было в жидком масле считаю у меня от них осталась одна картина и остались ещё городские пейзажи вот поэтому цветы видите такой универсальный для продажи в общем универсальная картина с цветами нужно научиться вот и розы рисовать тоже очень красиво в общем цветы надо порисовать если если подходить это как к бизнесу что в общем за что платят за это платят вот смотрите роза моя уже начинает быть похожей на розу уже я могу представлять эти листики могу представлять как они выгибаются видите вот насколько хорош метод этот процарапыванием я сюда ведь не внесла лишнего тона никакого ну белилами ничего кроме световых там где мне уже кажутся эти листики которые я уже нарисовал в общем эскиз сделать очень интересно именно процарапывая видите я могу тут нацарапать потом закрасить если где-то у меня полосочка не так легла и мне не нравится этот листик или изгиб не нравится вот я тут же как резиночкой пальчиком закрашиваю все а цвет остается если бы я сейчас представьте краска это все наносила ну я не против конечно другого но это как как определенный какой-то вид вот рисование видите я могу например до этого два листика сделала но я могу их закрасить и сделать из них один листик в общем интересно мне для меня лично вот этот метод оказался наиболее эффективный сложить вот именно сложите листики в такую в розеточку красивую капельки росы рисовать тоже интересно но у меня есть на канале если хотите посмотрите как рисовать каплю воды и видите чтобы положить яркость мне здесь вот кисточкой очень удобно я уже вижу в какое место я должна положить где изгибается листик он у меня уже нарисован ну как бы сделан и также я могу тень положить сделать углубление этого листика или свет положить сделать выгиб к нам все что светлое будет к нам приближаться все что темное будет отдаляться не знаю что это за стиль вот этот вот как витражный прям какой-то очень интересный для меня это картина уже имеет своего хозяина эту картину захотела моя сестра причем она и захотела даже без зеленых листиков потому что я ее рисовала несколько дней я нарисовала фон и красный общем стебель а листики рисовала уже через там несколько дней у моей сестры уже есть картина тоже рисованная роза на бумаге это было еще не знаю какой год на 12 13 она говорила что стоит под стеклом и в общем этот рисунок сохранен розы немножко я решила подрезать там где вылазят рисунок за мои прочеркивание мастихином где-то цвет вылазит я его немножко подретуширую сделаю более аккуратный рисунок можно было бы оставить она понимаете такая вот небрежность в рисовании она тоже ну для меня она красиво такой создается я не знаю как это назвать я много городов таких рисовала вот небрежное в небрежном стиле этом нарисованном здесь я решила немножко подкрасить очень красиво смотрится здесь фон и на фоне этот вот стебель очень смотрится интересно как-то так знаете отдаляет фон дальше я вижу пространство хотя нарисованного там ничего нет вот такие мои кули-мули и такой результат когда мы в общем не нужно бояться там нарисовать стереть что-то нужно научиться из того что есть вытащить рисунок вот знаете чтобы не закрасить хорошее не закрасить то что хорошо получилось и если даже вот маленькая деталь хорошо получилось там один листик и нужно научиться всю розу под этот один листик уже подтянуть само изображение вот под него потом чтобы она в общем какой-то маленький участок получившийся его оставить и и под него уже держит держать марку знаете все всего изображение очень красиво и необычно вот я сейчас видите свет и светом подрезаю листики чтобы роза не была таким в общем сплошным овалом а имела тоже там в общем листья немножко расставлены были не наложены друг на друга бумага хорошо тянет масло я могу здесь накладывать столько слоев конечно если бы я на обычном холсте рисовала и без грунтовки так вот ну такой стандартной грунтовкой у меня бы не получалось вот это мне бы нужно было сушить слоя как делают многие художники теперь я приступаю к рисованию зеленых листиков очень интересно вот этот опыт я прикладываю листики я уже вижу как он будет выглядеть на картине для меня это так смешно и так необычно но очень даже продуктивно я разные наклоны изучаю листика ну вернее самой веточки вот прикладывая ее получается как будто она у меня нарисованная и уже рисую я уже визуально так запоминаю как лежали эти листья и в общем не составляет труда чем это все придумывать немножко вот раньше например я когда рисовала розы то я слишком листья расставляла от веточки вдаль то есть они у меня были такие ножки и на этих ножках еще были потом листочки от главной веточки здесь рассматривая я увидела что листики прямо совсем растут на очень коротких ножках от такой ножки от от центральной в разные стороны листики располагаются вот поэтому знаете изучая вот все эти детали они подмечаются и потом они уже как бы вот это доскональное изучение оно ведь нужно один раз вот изучаете вы его и обращаете внимание на какие-то детали потом уже можно будет и говорить что мы рисуем розу с головы но это уже в голове она изученная будет это роза очень конечно интересно так приобретать опыт и потом уже рисовать не задумываясь как бы мы уже знаем как это будет выглядеть листики я рисую простым методом я сначала сделала темным цветом образ всех листиков потом более светлым смешанная желтая неаполитанская зеленая и белила тут все вместе я мешаю делаю такой цвет белый светлая не белая а светло зеленый и этим светом как бы обозначаю изгиб листа то есть я от края листика к серединке провожу кисточкой делаю такие полосочки в общем этого цвета и где их там посветлее где потемнее в общем такой свет такой свет делаю зеленый в этом рисовании я тоже применила ну в общем в рисовании этих листочков применила процарапывание мне нужно нарисовать прожилки я и раньше это применяла еще с сирени я начала на сирени на листьях в общем сирени и рисовать прожилки именно мастихином мне это позволяет сделать более светлую полосочку очень тоненькую мастихинчик у меня заостренным концом им рисовать очень удобно процарапывать здесь же я процарапываю как и полоски внутри так и листик по контуру и более в световом я процарапываю более сильнее то есть я даже в процарапывание могу в общем применять изменение силы надавливания то есть я могу чуть-чуть свести краску зеленую и сделать теневую прожилочку она будет зеленая но светло зеленая потому что она приближена к фону к моей краске водоэмульсионка которой я покрыла этот хунушим эту бумагу и я могу сильнее надавить я могу этот слой с царапать до белого слой краски и даже могу и даже могу и слой потом акрилового этого в общем грунта тоже могу царапнуть но в общем от силы надавливания зависит у меня здесь цвет то ли он будет ярко белый то ли он будет чуть-чуть белесый в общем и очень тоненький и там где прожилочки у меня были теневые я прямо потихоньку потихоньку сделала а на вот этих краях как сейчас я рисую более яркая получилась световая в общем зелень очень интересно тоже мне понравилось и я смогла сделать вот смотрите я даже могу видите снять часть краски которая в общем лишняя мне кажется я ее смогу снять даже до слоя в общем до белого аккуратно она снимается ну в общем сошкребается вот такой необычный в общем необычное такое рисование по этому грунту по голодному я не знаю возможно ли это было бы на холсте или нет но я когда-то пыталась не очень не очень хорошо надо наверное может большой слой но в общем это еще для меня не отработано этот стиль на холсте мне он нравится на именно на бумаге вот такой голодный грунт если вы захотите вы можете там посмотреть у меня в общем вот смотрите сейчас я салфеткой смахиваю если вы обратите внимание я не свожу даже краску потому что она уже стала сразу же тут же вот впитала масло и она ведет себя почти почти как как водная краска почти потому что она все равно имеет еще в общем подвижный слой но чтобы ее сдвинуть нужно приложить больше силы чем просто провести бумагой в общем полотенцем стереть бумажным вот я процарапываю смотрите листик имеет небольшие такие зубчатый такой край и этот край я делаю именно процарапыванием кроме того я решила даже процарапать капельки нижние если верхнюю каплю воды я рисовала краской то нижнюю я решила просто процарапать я сделала контур вытащила более выцарапала краску на световых и только поставила блик ну и естественно тень тоже имеет место быть получилась красивая капля вот поэтому видите разные бывают вот вторая капля точно так же по этой же манере я рисую разные бывают стили можно и рисовать можно и выбирать выгребать выцарапывать палочками ватными рисунок выбирать или тряпочками ну в общем масса всего интересного мне будет интересно кто и кто нибудь нарисует такую розу если с процарапыванием напишите мне пожалуйста очень хочется знать ну вот картина моя закончена она получилась в таком необычном изображении я рисовала розу надеюсь роза хорошо здесь читается у меня был такой долгий подход к листикам потому что роза еще для меня не изученный цветок в рисовании я хоть его и рисую но как бы рисую еще на удачу я его не изучила как следует и сейчас я занимаюсь тем что я его изучаю мне очень легко оказалось создавать лепестки после того как я их процарапала тогда я вижу в общем набор этих листиков их соединение в такой цветочек выгиб и могу уже наносить как теневые так и цветовые пока еще одна момент на касаясь кисточкой то есть в общем проводя сразу кистью листики делать набор у меня еще не получается но я точно знаю что все как бы у нас получится если мы потренируемся то есть позанимаемся над этим цветком поизучаем его в природе на фотографиях у других художников посмотрим как они рисуют и тогда к нам придет понимание рисования этого цветка сейчас я считаю что у меня здесь нарисован цветочек на пятерку я применила технику процарапывания на световых сторонах листиков зеленых и также по самой розочке и получилось это очень интересно посмотрите вот поближе смотрите как выглядит цветочек также я сделала капельки воды здесь я верхнюю капельку я еще рисовала но потом наиболее такой акцент по низу световой я прошлась тоже процарапыванием красочку процарапывание снимает до грунта до белого поэтому получается очень красиво видите она создает такой белый ореол как бы световой картина такая не очень в теплых тонах хотя здесь и присутствует лимонная неаполитанская но такое создает в общем приятный такой тон не холодный не теплый буду рада если вы мне напишите как вам сама роза правильно ли я разложила листики я еще только начала заниматься по изучению розы когда я ее изучу хорошо тогда я не думаю что будет сложно ее рисовать вот такая у меня картина я рисовала ее на обычном картоне это коробка из под обуви я ее загрунтовала и нарисовала на ней такое прекрасное произведение поэтому заниматься можно на любом материале а холсты тоже можно заниматься ну можно их использовать уже на отработанную технику а позаниматься можно и на любом картоне на любой бумаге я хочу порисовать на разных материалах попробовать как это будет смотреться на этой бумаге рисовать очень мягко она такая знаете чувствуется в ней воздух но это то что мне нужно для моей техники поэтому не выбрасываем никакие коробки вырезаем с них небольшие такие картинки и будем на них тренироваться а на этом я с вами прощаюсь до свидания до скорых встреч спасибо всем большое кто пишет мне комментарии ставит мне лайки я чувствую от вас одобрение моих работ и это для меня очень большой стимул на дальнейшие мои изучательные процессы в рисовании до свидания до скорой встречи субтитры задавал DimaTorzok Продолжение следует...